Сегодня мы поговорим о факторах риска выявления ишемической болезни сердца у офисных работников с комментарием врача-кардиолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидят это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Факторы риска ишемической болезни сердца, дисбаланс, усилие вознаграждения и стресс на работе. Стрессогенные факторы на работе, такие как психоэмоциональное напряжение, дисбаланс, усилие вознаграждение могут увеличить риск ишемической болезни сердца. Канадские ученые провели 18-летнее проспективное когортное исследование среди офисных служащих в Кейбеке. Они изучили отдельное и совместное влияние напряжения на работе и воздействия, дисбаланса, усилия и вознаграждения на заболеваемость ишемической болезнью сердца. Ключевые моменты исследования участники 6465 человек без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. Средний возраст 45 лет. Напряжение на работе и дисбаланс усилий вознаграждения оценивались при помощи валидизированного опросника. Основная конечная точка события, ассоциированная с ишемической болезнью сердца. Среди 3118 мужчин у 571 за исследуемый период было зафиксировано первое событие, ассоциированное с ишемической болезнью сердца. Наличие дисбаланса, усилия, вознаграждения или стресса на работе у мужчин оказалось связано с повышением риска событий, ассоциированных с ишемической болезнью сердца на 49%. При комбинации двух факторов у мужчин риск возрастал в два раза. Среди 3347 женщин события, связанные с ишемической болезнью сердца, зафиксированы у 265 человек. У женщин не выявлено достоверного повышения риска событий, ассоциированных с ишемической болезнью сердца при наличии стресса на работе и дисбаланса усилий вознаграждения. Таким образом, наличие дисбаланса усилий вознаграждения и стресса на работе ассоциировано с повышением риска ишемической болезнью сердца у мужчин. Для женщин, требуется дальнейшее дополнительное исследование. Подведу итог, мужчина находится в зоне риска приобретения ишемической болезни сердца в отличие от женщин. Ишемическая болезнь сердца является субстратом развития у пациентов внезапной сердечной смерти в 80% случаев. С такой информацией и статистикой становится не по себе. Следовательно, все рабочие невзгоды нельзя принимать близко к сердцу. Это уже не метафора, а постараться максимально сбалансировать рабочий процесс с семейными делами, личной жизнью, спортом, активностью, питанием и снижением веса. Ссылку на исследование я закреплю в описании, чтобы вам было что показать коллегам. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольное исследование, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!